бамс и нет стартера на медне заморозил стартер то есть напор от ключа не перестал реагировать сидел и полчаса ждал ничего не изменилось решил проверить не слетел ли вот этот провод со втягивающего просуну руку между шлангом от отопления корпусом воздушного фильтра и в итоге через 20 секунд у такая шляпа то есть прошло уже три дня практически а так все уже было красное примерно все ладони так поэтому не лазите своими ручонками шла время никуда не надо тем более ночью где ни хера ничего не видать так сегодня будем менять воздушный фильтр то есть не менял его с момента покупки то есть на автомобиле передвигаюсь с марта 22 года пробег около пятидесяти тысяч наверно может 60 не засекал фильтр ни разу не менее то есть у нас во впуске у нас пыль который летит в движок ну и сам как бы стартер что насторожило меня это обгоревшие вот эти вот клеммы то есть возможно из-за плохой масса одна щетка как бы вытекает из системы выплывает блять то есть здесь вот видим такое посинение меди то есть идет перегрев на мой взгляд это от херового контакта если от оттягивать сами щетки то есть здесь щели примерно 3 с половиной миллиметра со всех сторон то есть ни одна из щеток не подвисает то есть они поджаты коламелем якоря четко вот только единственно вот это наверное зазором то есть вот этот щетка как бы источна всех больше и тут же присутствует здесь вот оплавление вчера как бы работал смену ни разу не глушил движок ох то блять смотрите как приплавился кончик клеммы то сейчас вот это все дело зачистим ну да наверно блять все таки дело в херовом контакте но я как бы купил новые щетки воздушный фильтр феликс щетку за т8157 но здесь как бы на самом стартере 3708 не знаю что знает и значит эти номера думаю что подойдет в принципе все то же самое то есть втулка установочная и щетки бумажка кстати на этом стартер бумажка на практически прогорела блять что свидетельство о том что был херовый контакт то есть здесь вот все обуглилась бумага у нас самое так скажем термостойкая самый термостойкий материал то есть чтобы он загорелся от перегрева это надо блять температуру больше 300 градусов так вот этот хунь у нас будет отколупывать отсюда вот это все поверхность зачистить щеткой или напильником зачистить до блеска так скажем то есть здесь вот видим вкрапление металл то есть новые щетки клеммы вот эти вот я имею ввиду ни хера не станет как надо так сейчас предлагаю так вот совместить блять зазора есть как бы там сказали что не разных размеров как бы то есть я пока что щетки не вытаскивал чтобы блять потом не ебаться блять вставлять их потому что это блять целый геморрой блять на мой взгляд то есть ну в принципе если блять маленькой другой формы щетка держатель то есть здесь видимо оголенный вот эти вот контакты здесь сделаны как бы такие вот защелочки водил хуй бы менять то есть или такие никаких нахуй хотя можно в принципе зачистить и какое-то время поездить но думаю чё часы года 23 один хер придется менять поэтому не будем заниматься самодеятельностью здесь вот кто-то уже блять что-то мотал на белую изоленту не знаю в какой причине что тут кто делал блять сейчас на гайку на 10 отворачиваем и уже будем менять все кстати на бы тут этот говно все смазать или же не надо не знаю блять маленечко так чисто символически здесь он какая-то хуйня остался и сейчас я кривину маленьком полирну ламели и здесь вот видим что две ламели перемкнуты за усилкой какой-то блять так не знаю видно будет нет вот в этом месте сейчас отверточку возьму какую-то тоненькую так где-то отвертки то блять все видимо здесь две ламели перемкнуты за усилкой то есть возможно из-за этого тоже какие-то проблемы сейчас все вынем сделаем как надо и установим назад так шестерни смазал а ламели маленько полирнул тысячный наждачкой ну и между ламелями тоже все продрал все говно так можно теперь устанавливать вот единственное здесь отличие то вот такая система я не знаю не будет ли коротить щетки блять как корпус вот так вот хуярить замыкать на массу блять чудо я находишь кубле здесь зазор буквально по миллиметру может быть изолентой коротануть пару витков на всякий случай так сейчас я сравнил два щетка держателя 3 витка изолента сделал на всякий случай от щуточный узел лучше надевать когда якорь снят поскольку там в туннеле надо маленько шевелить щетки изнутри как бы то есть такой нюанс небольшой так все готово к сборке в принципе собираем да кстати если при установке вас все развалился то можно так вот трубочкой от очистителя и карбюратора или каким-то предметом застопорить щетку так установка щёточного узла дубль 2 видим что здесь зазор как бы есть по пару миллиметров то есть но изоленту думаю будет не лишним и перед тем как туда пихать с той стороны надо вынуть этот центрующую втулку стране шестерен и как бы пальцем придерживать сам вал поскольку магниты очень резко туда заталкивает якорь и щетки у вас останутся в руках то есть якорь залетит под действием магнитов а щетки остаются руках поэтому потихонечку еще все-таки развалил что нихуя тут страшную нет так все собираем все скручиваем потом бы менять втягивающие корпус на месте еще раз номер то есть десяточный фильтр фу блять фильтр говорим на стартер даваться ним 1037 08010 вот этот мне кажется 5702 3708 это идет уже какая-то маркировка щёточного узла то есть 8157 газа ты десяточный стартер а тут у нас 3708 или 5702 не знаю блять не шарю даже вникать не хочу так зачищаем ты тут хуйню так над фильмах пропилил шлицы винта чтобы протянуть все блять щи так и видим 3702 5702 3708 и такая же маркировка у нас стоит на втягивающим втягивающей реле 35702 3708 то есть вот найдет стартера как бы он подходит то есть снимаем меняем и устанавливаем на автомобиль как говорится ноги три отличия к 85 и газеты 27 08 13 год то есть сегодня у нас 11 или 12 число не помню то есть на 11 августа то есть через 1127 то есть через 16 дней будет этому втягивающим 10 лет так меняем так выглядит втягивающих в сборе то есть пружина сам вот это якорь блять не знаю как он называется то есть стал столько вынуть старый и вот эту эту выемкой вверх поставить новый здесь так все потертые блять стертые на ну как он учесть не надо поскольку может туда попасть а щеточной пыли и будет износ сильнее чем на сухую усил готова новые втягивающие новые щетки все внутри почищена теперь можно устанавливать на автомобиль так все на своем месте здесь за изолировал обжал клемму пассатижами натянул вообще по сути надо шланги все менять мы будем менять потом так теперь можно установить воздушный фильтр и поменять фильтрующий элемент в конце я бы не сказал что здесь все в говне я имею ввиду по эту поверхность то есть здесь все достаточно чисто а так хотя фильтр такой блять пиздец 21 12 0 110 90 80 82 питер лада не удивлюсь если он стоит самого завода блять такой для пизда ему нах по сути блять конечно вот это все говно обмести но не в этом году так вам оставим новый фильтрующий элемент поставлен феликс профессиональная линия приора гранты блять него audi 100 блять фольксваген по нихуя себе блять ну то сейчас полетим блять фишку или разъем на дмрв дмрв нас и телма эту бирку я тоже тут маленько почистил такси резиночка установил все четко осталось плюсовые клеммы и запускать ебучие рога блять а лопнул болт нахуй перетянул не умею блять до сих пор нахуй дожил до 45 лет блять не умею нихуя не болты не гайки тянуть для серии моим пизда нас наступает болт хунда и солярис поставил взамен того то есть гайку снизу болт спресс шайбе сверху колпачок впускной патрубок на месте сейчас этот говно убираем лишний убрал то есть есть конечно сомнения вы работоспособности стартера поскольку его лазил в него блять своими кривими ручонками но все-таки блять надежды есть часики двести семьдесят две девятьсот восемьдесят километров замена втягивающие щеток на стартере к зт так давление загорелась все заебись четко вырубаем то есть можно было бы конечно поменять только щетки или же только втягивающие но поскольку я человек ленивый меняю все сразу или же не лази никуда ну а на этом я свое видео не о чем заканчиваю всем пока и также на двести семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят километров практически 273 была произведена замена воздушного фильтра то есть там можно уже смело сажать картофель еще раз прощаюсь всем пока